Доброе утро! Доброе утро, господи! Это потому что я поспала днём, и мне ощущение, что я выспалась. Такое счастье иметь возможность, иметь возможность дать тебе дневной отдых. Это так важно, потому что у нас будет такой насыщенный день. Вот сейчас время 5 часов по Москве, мы в Краснодаре, друзья. Приветствуем вас из этого чудесного райа, это Краснодарский край. Сегодня 31, у кого там 17-15-9 на улице, мы передаем лучики тепла, дорогие. И даже вот эти, кстати, вот эти чудесные жёлтые кресла, они вам вот тоже лучики солнышко пересылают. Девочки, добрый денёчек, девочки, добрые красавицы. И мы к вам вот с таким посылом сегодня, про мечты. У нас сегодня эфир про мечты, как важно сбывать свои мечты. Мы сегодня это обсуждали, вот всю дорогу из Новороссийска до Краснодара. И когда мы сейчас это сделали, исполнили одну из своих мечт, у нас прилетело так много осознаний по этому поводу. Ольга пишет, а у нас прохладненько. Добрый вечер. А вы пишите, какая у вас температура, кто где живёт и какая у вас температура, перекличка городов. Найдём среднее по стране. У нас плюс 31 сегодня. В среднем по стационару, да? Да. И мы летали в аэротрубе, чтобы ощутить вот это состояние невесомости полёта, отпустить контроль. Потому что мы так привыкли всё контролировать. Я это по себе просто знаю, осознаю. И проделав много разных практик на отпускание контроля и в доверие к миру, вот для меня сегодняшнее исполнение мечты, вот этот полёт, он как раз позволил тоже сбросить весь этот контроль, когда ты находишься в потоке воздуха, и ты не контролируешь, как тебя… Ну, ты можешь чуть-чуть там телом варьировать, вот в связи с этим полётом как-то вверх-вниз там, ну, да, управлять, но ты не управляешь ситуацией, и это так круто. И есть человек, который тебя ведёт, как боженька, и он тебя катает, но вот в этом полёте и в этом доверии… Он тебя поддерживает, поддерживает, да? Да. Вот как ты хорошо сказала, как боженька, вот какие-то, как будто какие-то сторонние высшие силы тебя поддерживают и направляют. Да. Ольга пишет, моя дочь летала, это было восторгом для неё. Я думаю, что это будет восторгом для всех, вот абсолютно. У нас ещё, вот с Ксенией сегодня такой посыл для вас, возможно, это для кого-то станет мечтой, мечтой и мотивацией исполнить, может быть, другую какую-то свою мечту. Вот о чём мы сегодня подумали, что так бывает, вот есть мечты, которые можно легко превратить в цели, да, вот в цели, особенно, что касается работы, там, бизнеса, есть программы, да, ты её наметил себе, и вроде как это и мечта, но она уже больше цель, да, есть ли у вас, у кого есть какая-то цель, например, на этот квартал у консультантов, да, коллеги наши, если вы занимаетесь, вот бизнес, бизнес, моряки для вас, это ваше дело, напишите, какая у вас цель на этот квартал, такая вот мечта, цель, для кого-то это мечта, между прочим, одно и то же событие, один и тот же конкурс, он для кого-то может быть целью, а для кого-то мечтой и какой-то несбыточной, да, например, звёздный консультант, для меня много, ну, долгие годы в своё время это было несбыточной мечтой, это были небожители, эти звёздные консультанты, где я и где звёзды, как бы, вот, и когда я выполнила свою первую звезду, это было прям, ну, эти, вы, 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 очень, очень волнительно и очень значимо в моей жизни, сыграло огромную роль, поэтому это, как бы, вот такая цель, которую можно вот ты тын-тын-тын на шаге разложил и выполняешь, а есть, это очень здорово её выполнять, вот в чём разница, да, тебе компания дала программу и чёткие шаги, что тебе сделать, сделай заказ настолько, ты получишь вот так, вот так, вот так, ты получишь то, тебе прислали домой, твой подарок, получила признание там, 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 то есть у тебя есть чёткая структура, что делать. Награда. И награда за это. И награда, кстати. Вот в чём разница. А когда у тебя есть, у меня, допустим, я поделюсь с вами, у меня была мечта полетать в аэротрубе 7 или 8 лет, очень давно, я вот живу в Новороссийске 5 лет, и я об этом мечтала ещё в Благовещенске, я помню, я находила эти картинки, я клеила их, да, 8 лет прошло, да, да, 3 года точно там мы уже жили, где-то 8 лет я это приклеивала в калаш, эту картинку. У нас на Дальнем Востоке аэротрубы нигде не было, в нашем городе, вот куда я ездила, там Хабаровск, допустим, другие города по региону, у нас таких не было вариантов. Но уже приехав в тепло, Катенька, добрый день, команда наша, уже прилетев жить в тёплые края, я видела аэротрубу в Сочи, я проходила мимо неё. Но внутри я себе не позволила эту мечту осуществить, как так, это же мечта, это что-то такое должно быть, эй, она должна быть, а вот она рядом, то есть я могу так зайти, вот она труба, вот я себе не позволила. И я даже сейчас вспоминаю, я не могу даже понять, почему. И понимаю, что вот есть, наверное, такие ещё тоже мечты, которыми не хочется расставаться. Да, приятно просто о них мечтать. А как я буду без мечты, да? Я её исполню, и что? А что дальше? О чём я буду мечтать? И вот такие мечты, у которых нет структуры, да, которые тебе, вот как я в сравнении с компанией Mary Kay, там красный пиджак, да там всё понятно, пять новичков, тры-ты-ты-ты-ты. И вот за такие мечты тебя как бы никто не наградит, то есть одно дело цель, и ты получаешь за неё какую-то награду, а другой дело мечта, которую ты исполняешь только лишь для того, чтобы получить вот это удовольствие. Ты даже не знаешь ещё, что ты там получишь, да, но это будет вот, это будет восторг, да, получить вдохновение, восторг и полёт вот этот, полёт души. Это вот разные вот здесь градации. Никто не пишет, заметь, никто не пишет, какие у них планы и цели, и конкурсы, никто ничего не выполняет, видимо, да. Да, плывём по течению, что тоже вариант. А есть мечты, у кого есть мечта, которая не предусматривает за собой какой-то награды сторонние от кого-либо, там, от директора или от компании, да, а просто мне хочется, например, там, то-то, что-то. Поплавать с дельфинами, например. Ну, вот одна из таких, да, которая, например, не очень близка у вас там в городе, что у вас там есть, а есть где-то в другом месте, там, в Москве, например, да. Выступления каких-то артистов. Если у меня есть в планах даже, это не мечты, это планы, что я хочу побывать там на концерте вот этого, вот этого, вот этого конкретного человека. У меня весной сорвались два концерта, о которых я мечтала. Я их забронировала, билеты почти за год до того, как они пройдут вот в Москве, представляете? Я когда увидела, мечта прыгнуть с парашютом, но не буду. Вот смотрите, здесь вариант, я вас очень понимаю, почему я именно аэротрубу для себя выбрала. Мне очень интересно прыгнуть с парашютом, но я понимаю разные нюансы, моменты, и я выбираю не прыгать осознанно. Но полетать... Вообще никакой. Ну, мне врага моя жизнь, я не такой рисковый человек. Безопасность, да, любовь. Вы почему не полетите? Плюс это тема здоровья. Я не знаю, что может со мной там случиться в небе. Я не знаю, какие мои сосуды и так далее. Я не проходила физподготовку. То есть я свои ресурсы, вот эти человеческие, физические именно. Ну, я не хочу это испытывать и узнавать в небе. Я очень впечатлительная, и я знаю, как может биться мое сердце, что такое тахикардия, от волнения. И вот в этой высоте мне безумно страшно. Поэтому я выбрала аэротрубу для того, чтобы ощутить вот этот вот полет внутри. Ты там находишься в безопасности, есть человек, который тебя держит, помогает, поддерживает. То есть ты хоть как находишься в безопасности? Посмотри, Любовь пишет, я не полечу, потому что безопасности нет. А Нина пишет, я прыгала, ногу сломала. Вот это про это, да? Вот это про безопасность. Поэтому я точно так же думала про прыжки с парашютом, про горные вот эти вот склоны на скейтбордах и так далее. То есть это клево, я представляю, как это, мы катались с горок там и так далее. Но я понимаю, насколько это небезопасно. У меня истории, примеров масса по поводу того, как это травматично, опасно и так далее. Наш город пополняется. Через красотки, моя мечта перехода в Новороссийске, уже купила там квартиру. Светлана, поздравляю вас. Ну, а возможно, кстати, и мне девчонки боятся в Байкал. Про тему переезда в тёплые края. Это даже не про это. Я хочу сказать, что давайте все замечтаем и включим коллективное бессознательное, чтобы мы нашим клубом, девушка идёт в футболке моряки, чтобы мы нашим женским кланом поехали на Байкал. Мы уже об этом говорили, что у нас вот есть в планах, в целях, в мечтах и собраться, и поехать. Вот представляете, да? Кто будет в Новороссийске, мы будем здесь устраивать девичники, да? Кто рядом, вот у нас здесь и Новороссийск, и Геленджик, и Анапа, и даже Краснодар. Мы можем здесь проводить встречи, потому что у нас есть с Ксенией, чем поделиться с вами в живых встречах. То, чего мы тоже нигде не даём в каких-то закрытых наших даже сообществах. У нас, ну вы видите, да, что у нас информации просто вот безмерное количество. У нас очень много всего. Мы всё прочитали, да? Так вот, точно. Подружки, вы такие молодцы. Я слежу за вами и радуюсь, вдохновляюсь вместе с вами, радуюсь. Вас обязательно узнаю, узнаю в нашем городе, есть ли аэротруба. Вы знаете, в нашем городе, в Новороссийске, аэротрубы нет. Мы поехали специально в Краснодар, ехали на электричке 3,5 часа, первым делом приехали, вызвали такси, помчались, и ещё дальше. Это за Краснодаром в Адыгее, то есть даже не в самом городе. Мы заплатили нормально, знаете, просто даже за дорогу. И приехали туда специально. Сколько стоит ваша мечта, понимаете? Посчитайте, просто посчитайте. Если это находится где-то даже сутки ехать вам куда-то в другое место, почему бы и да. Это же реально. Почему бы и да. И мы, знаете, что, мы же вот, видите, мы поехали. У нас план ещё был и мечту исполнить, и вот дать себе ТДИНС, такую вот перезагрузку от бытовых дел, от обычной жизни. И мы сейчас такое у нас впечатление, мы ходим и говорим, слушай, мы как будто где-то вот загрязывались, как будто мы уехали в путешествие. И вот такое вот состояние именно, мы подарили себе путешествие, понимаете? В этом году вот так вот всё обломалось, как бы нас закрыли. И неизвестно, что вот сейчас тут грядёт, да? Не суть. Ну вот надо успевать жить. Успевать жить и реализовать свои мечты. А что если никогда? А если мы никогда не поедем за границу, понимаете? А если никогда в вашем городе не построят аэротрубу, это дорогостоящие мероприятия, целое отдельное здание, там нужны мощные установки, это дорогое удовольствие, как бы, да? То есть нужны деньги на дорогу, нужны деньги на сам билет. На самом деле не так уж и много, там 3000 у нас получилось по 6 минут, ещё и плюс. Флай-такси, это всё, это просто вообще... Флай-такси меня как бы танцем дотанцевало. Да, мне мечта жить у моря, так как всю жизнь живу на крайнем севере. Как мы вас понимаем? Да, у нас хоть не минус 60, но минус 40 тоже бывало. Девушки, завтра семинар, вот и маленькая мечта на завтра. Опять быть в 20-ке лучших консультантов страны. Позвращаю, супер. Юлиана, что у вас в сумочке сегодня? А в каком смысле? В плане косметики? Или в смысле чего? У меня в сумочке вот стойка, которая держит телефон сейчас наш, да, для эфиров, для видео, для фото, обязательно помада. У меня спрей кокосовый, вот сейчас я росила лицо, потому что, ну, в 7 утра мы в электричке, то есть в 3 ночи я не сплю, писала картину сегодня ночью, прекрасные пламенные маки для Натальи, по заказу по её. В 6 я выехала, нет, в 7 я выехала из дома, в 8 мы в поезде, в 11 мы уже там, в 12 в аэротрубе, в аэротрубе посохли кожу свою, да, поэтому я их сейчас увлажнила. Вот это у меня основное в косметичке, тени у меня, как бы, я взяла с собой, я их сейчас с собой в сумочку, конечно, не беру. Я думаю, что мы вам завтра проведем прямой эфир, что берем с собой в дорогу, что берем в дорогу и что, ну, да, в сумочке. Валена, привет! Привет, солнышко! Две красотки, спасибо! Спасибо, спасибо, куколки. Я тоже хотел сказать, куколки. Да, подслушала. Подслушала, мы часто бываем в голосом, в голос произносим одни и те же слова, и нам иногда пишут, ой, так интересно, вы с Ксенией говорите прям одни и те же слова, одни и те же фразы, и прям даже интонация одной и той же. Друзья, мы столько общаемся вместе. Представьте, да, плюс мы уже думаем подобно, понимаете? Мы думаем одинаково, и вот раз, и вместе, и раз в голос, это часто очень бывает, и говорим какие-то разные слова. И нам очень интересно вместе развиваться, потому что происходит эффект усиления, когда пошел период, вот мы сблизились, и мы стали не только дружить, как мама-дочь, мы стали коллегами по развитию, по разным практикам, техникам, делиться осознанием. То есть такое мудрое развитие совместное, это не просто даже дружба и непростая любовь, как обычно бывает между близкими людьми. Ну, я тебя люблю, дочь, я тебя люблю. Ну и... Молодец, люби дальше. А мы партнеры. Мы партнеры. И сейчас, когда мы с мая запустили наши курсы, наше общение, оно еще больше трансформировалось. Ну, так интересно стало. Углубилось даже, вот как бы, да? Раскрылось, да? Да, и так интересно. Мы сейчас вот этот курс, который он, даже не курс, а наш МЖК, наш... Мой женский план, он родился, во-первых, благодаря вам, дорогие. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Вы также в прямом эфире эта идея родилась. И мы, когда составляем вот контент-план для этого клуба, у нас... Да, вот это, а ты вот это, вот это, вот это, вот это. И у нас такой пинг-понг сегодня. Мы, кстати, сегодня поиграть успели еще в клубе, где вот эта вот аэротруба, там еще и пинг-понг был. Я говорю, боже, это была еще одна моя такая маленькая такая мечтулечка. Где поиграть, да? Ну, я люблю играть в настольный теннис, понимаете? У меня хорошо получается. Я в пионерском лагере заняла первое место. А-а-а! Вот, поэтому я хорошо играю. Приезжайте, где есть пинг-понг, в Новороссийске. В парк Голицево съездите, там очень красиво. У нас на завтра по плану парк Голицево. Сейчас у нас шотина после кофе. Я хотела узнать, стик новый взяли с собой в сумочку? А, ну... А вот узнаете завтра на прямом и тверь. Да, да. Ваш, сохраним интригу. Мы все покажем, что взяли. Да, спасибо вам, девочки, что есть столько информации, что есть столько информации даете. Ой, Аленушка, спасибо, солнышко, что ты это признаешь. Спасибо, золотая мая. У вас так тепло. У нас 31. Это мягко сказано, тепло. Мы позапарились. Жаришка. У нас холодина. Девочки, мы поэтому переехали на юг. Потому что, ну, по-моему, на Дальнем Востоке сейчас тоже уже как бы так вот не... Такие люди приезжают интересные. Мы сняли такой шикарный отель вообще. У нас шикарный отель. Гранд спа, авакс, хотел энд спа энд ресторан. У нас номер чудесный. Мы на шестом этаже. Мы живем на шестом этаже. На седьмом у нас бассейн под открытым небом, шезлонгами. Сегодня там вечером живая музыка, закрытый ресторан панорамный. На первом этаже спа комплекс. В общем, сегодня у нас будет спа по вечеру. Я работала в Амаксе в пятнадцатом году. Авакс. Авакс. Это Авакс. Не Амакс, Авакс. Ага. Вот. Ну, в общем, вот это вот прекрасное заведение. Вот она, Авакс. Мы пьем кофеёк. Кофе хороший. Я оцениваю. Я кофеман такой вот, кофе-ценитель. Очень приятно. Здесь такие тона дизайна во всём. Я бы сказала, что вам тепло друг с другом. Ой, Олечка, как вы вот чувствуете? Спасибо большое. Спасибо. Так и есть. Тепло и душевно, и наполнительно вот так, знаете. Поэтому мы, усиливаясь, мы даже прочитали «Сила двоих». Там у нас столько знаков сегодня. Даже наши карты «Оракул». Мы сегодня в поезде, когда ехали сюда, мы доставали карту. Мы просто такие, в смысле? Откуда вы это знаете? Я вам сейчас расскажу. Значит, мы время есть? Я время смотрю, да, сейчас доставлю. Ага, всё есть. Достаем карту. Я говорю маме о том, что я ещё мечтаю поплавать с дельфинами. В два сосуда. Пополняем друг дружку. Расширяем и наполняем друг друга усиливаем. Находим места, где ещё наполнится. Я говорю, я мечтаю поплавать с дельфинами и полетать в аэротрубе. Ну, я всё посмотрела по Краснодару. Здесь дельфинов нет. Мне сказали, это где-то ближе к вам. Я говорю, а что если нам заказать аэротрубу с дельфинами? Такое бывает. В общем, мы поржали. Достаем карту. Нет, мы поржали. Если бы посмеялись, я бы так сказала, мы посмеялись так вот легко. Мы мелко смеялись. Хорошо, смеялись. Душей. И достаем карту, что по нашей поездке в Краснодар. И что вы думаете, там летит девушка, она такая, знаете, летит, записывая в воздухе. И дельфины. И летят дельфины. Я говорю, пожалуйста, летающие дельфины. Я говорю, вообще, это как? А я вчера видела дельфинов. Я утром ходила на море и сижу, завтракаю там. И у меня вдруг осеняет, что я всё лето ходила на море, и я что-то не вспоминала даже. Я каждое лето ходила по утрам и ходила пораньше, а дельфины любят пораньше приплывать. Там в 6-7 утра, вот так вот они. И я думаю, наверное, а время было уже в 9-ти, вот я тогда вчера ходила. И я думаю, ну, и я тут вспоминаю, что что-то я давно не видела дельфинов, думаю, ну, у меня и запроса не было. Я не смотрела, они, может, и плавали, а я их не искала взглядом, да. То есть, ну, забыла просто совершенно тему. И думаю, да, дельфины, дельфины. И у меня что-то крутится, крутится это в голове. И я сижу, кашку свою наедаю и смотрю на морскую гладь. Люди купаются. И я смотрю, у меня аж дух захватил, у меня аж слёзы прошило. Я смотрю, такая спинка, и думаю, не могу. Неужели, неужели правда? Я только подумала об этом. Представляете, это знаки Вселенной. Это называется синхронизация со Вселенной. Когда вы только подумали, у вас исполнилось. У вас так бывало? Я смотрю, спинка дельфина, фонтанчик, фонтанчик. И он прям там, среди этих купающихся, он прям, они такие, они же живые. У них ум необыкновенный у дельфинов. И он развлекался там, плавал среди этих купающихся. Я смотрю, думаю, спасибо, спасибо за эти знаки, за то, что ты показался, за то, что ты вот мне еще какой-то свет переменился. Вот, поэтому я люблю вот такие. И тут нам вот эта карта выпадает с дельфинами, летящими, с девушкой. Вот как это назвать, да, кроме как чудеса? Что такое, что за чувствительность камера, видите? Так, как записалась на курс, моя сила началась. Вот, стоит только захотеть. Вот, вы записались на курс, вы пошли куда-то. Вы запустили свой поток чудес. И часто очень нужна чья-то сторонняя сила, да, поддержка вот такая. Вот в данном случае мы для вас проводники в этом курсе, да? И чат, сам чат. Вы заметили, Нина, какой мощный? Если вы читаете комментарии девчонок, то вы наполняетесь еще, вы усиливаете себя этим. От всех. От всех, от всех, кто щедро туда дает. Я сегодня читаю комментарии, вечером мы дадим уже полную обратную связь по вот прошедшему нашему. У нас 9 числа идет, и сегодня третий день. Мощно, мощно. Мне еще пишут в личные сообщения. Ксения, я, говорит, ну, некоторые интимные нюансы, говорит, не буду в чат писать, можно я вам? И мне вот в личные сообщения пишут какие-то такие, прям, знаете, ну, то, что не выложишь, чем не поделишься. Ну, это такие крутые прокачки, проработки у женщин, такие изменения. Такие изменения. Давай согреем солнце нами. Олечка пишет. Какие слова замечательные. Слова из песни. Это про вас. Мы согреваем солнце собой. Потрясающе. Так что я читаю и пишу сама. Здорово. Здорово. Пользуйтесь тем чатом. Все, что там есть, берите все. Вот он этот энергообмен. Читаю, пишу, пишу, читаю, понимаете. Вот отдаю, получаю. Это же закон вселенной, без этого ну да. И знаете, вот те, кто пришли на курс, верни свою силу, да, это решительные женщины. Во-первых, кому важно, ну, те пришли. И это люди гибкие, у которых по их запросу начнут твориться просто чудеса. На самом деле мы сегодня не должны были оказаться в Краснодаре, потому что мы запланировали, ну, а мы сейчас проведем спокойно, значит, первую часть курса, базовую, базовую основную часть, потом будет перерыв два дня, а потом мы предложим пойти вглубь, кому это важно. Так что приглашаем тех, кто нас смотрит, кто уже с нами, уже здесь приглашаем. И мы хотели, мы уже забронировали, собственно, на понедельник, на понедельник-вторник приехать в Краснодар на два дня. Вчера вечером, в 9 вечера я звоню маме, говорю, мне почему-то, грубо, кажется, что нам надо о чем-то поговорить. Она говорит, что ты мне хочешь сказать? Я говорю, ты знаешь, я пока не знаю, но я для чего-то тебе звоню, вот давай поговорим, а там перейдем к чему-то. И в итоге, спустя 20 минут разговора, мы уже перебронировали, сидели в гостиницу в Краснодаре, бронировали заново номер на две ночи в Краснодар. В итоге мы тут на три дня поехали раньше. У нас семинар будет, вот, суббота-воскресенье, но мы выбрали для себя посмотреть его в записи, потому что почувствовали, вот, взвесили на внутренних весах, а как важнее. Да, запись у нас будет, мы ничего не теряем, как бы, да? Да, нашего выступления там нет, и мы спокойно, ну, признание есть, несомненно, мы его тоже получим. И поэтому мы приедем и спокойно, посмаковав все это, посмотрим наш прекрасный семинар. Вот. Поэтому про гибкость, кстати, у меня будет шикарное видео, и оно будет связано с макияжем на курсе, который у нас 25-го числа стартует. Он называется «Терапия макияжем». Это не курс, как красится, это не об этом, это про осознанность и про внутреннее состояние, когда ты делаешь макияж. Как интересно. Да. Ну, это мы в доступе даем много вот, и в прямых эфирах постоянно красимся вместе, да, у нас много контента на эту тему. Но вот про осознанность и взаимосвязь, допустим, макияжа глаз и вашей гибкости по жизни, вот об этом мы не говорили. Про связи губ и оргазмов у женщины мы тоже не говорили. О том, как влияют макияж и румяна на ваш доход и здоровье, мы тоже не говорили. И это все мы вложим кратко сжато в 4 дня и выдадим в рамках курса. 4 дня будут тоже, ну, бомбические. Сочные. Да. У меня просто до мелочей. Это Нина продолжает свою информацию о том, какие интересы, какие происходят изменения. Она пишет, у меня просто до мелочей моя страсть, это коробочки от конфет Камильфо. И сами конфеты не люблю, я больше по-соленому. Пришла на презентацию новой эко-линейки Морикей. И что вы думаете? Последняя конфета в коробке. Вот. И коробочка моя, да? Потому что стоило только увидеть в магазине эти конфеты и подумать, что хочу. Ну, эту коробку на следующий же день получила в потоке. Вы обе супер пишет, Надюша. Это поддержка от мира. Это вам подсказки, это знаки. Кстати, вглубь, когда пойдут, вот девчонки с курса, я вижу по нашим участницам, что многие у нас на курсе сейчас наши девочки. В темах «Идем вглубь» у меня будет как раз про знаки Вселенной. Я вам дам такую практику крутую. Если вы её сделаете, вы обалдеете от того, что вам даст мир. Вы просто обалдеете. Я её сделаю тоже вместе с вами. Мы все практики, которые мы вам даём, во время курса мы их также с вами прорабатываем. Мы их знаем, мы их используем регулярно в жизни. Их используем. Вот практика первого дня, который я давала вам на тему «Вне шаблона», я не буду говорить, какую практику. Мы это исполняем сейчас здесь. Кто в курсе, кто в теме, тот понимает, что мы сейчас делаем, о чём вот эта наша поездка. Когда будет глубина? Через два дня после нашего завершения. Это будет 16-17. Да, 16-18-18. Да, три дня, три крутых практики. Опять же, по готовности, потому что у нас на курсе больше 80 человек. И кому-то будет достаточно для того, чтобы переварить. На данный момент. И в это в жизнь. Интегрировать. Да. Будут женщины, которые уже больше проработали разные. В других курсах уже был. Да, и понимают, что такое пойти вглубь и какая это будет именно глубиной информация. Спасибо, Нина. Спасибо. Ниночка, солнце мы даже не озвучиваем, потому что комментарий потом не сохраняется в эфире. Поэтому это был комментарий по поводу нашей техники «Вне шаблона». Принимаем. Я уже хочу, Надежда пишет, уже вглубь. Это будет крутая, крутая. Ну, это вкусно. Это для тех, кто любит повкуснее, поэксклюзивнее. Там будет еще более узкий круг. У нас и так наше общество, тех, кто нас смотрит на разных соцсетях, оно в тысячах измеряется. На курс собираются сливки этих женщин. В мой женский клан туда тоже эти сливки все перетекут. Приглашаем вас туда. У нас будет, кстати, открытие 15-го числа. Готовьте шампанское. Будем есть и отмечать. Готовьте, да, это классно. Мы готовим крутую тему. У нас будет каждую неделю отдельная тема, посвящена какой-то теме. Каждая неделя определенная тема. Мы такие интересные приготовили. У нас же много, в башниках там много чего варится и используется это в жизни много. И мы говорим, а слушай, давай вот это. Я говорю, точно, это же так интересно. А давай вот это, и вот это, и вот это, и вот это. То, что есть уже у нас в нашей жизни интегрировано. Это, и мы этим поделимся. Это просто, мы этого нигде еще не давали. Там будет и аудио, и видео формат, и просто текстом. То есть мы будем задействовать разные варианты, чтобы вы могли в своей жизни вот сжатую информацию. Мы не будем, знаете, долго мусолить там как-то вот это вот все. Потому что очень много и так воды у нас, да, с разных информационных источников. Поэтому мы настолько стараемся сжать вот концентратор, экстракт. Такая вот золотая капля. И у вас в голове оно распаковалось и разложилось легко по полочкам. Бывает, что так, что 5 минут правильного контента, который заходит куда надо, правильными словами, изучая разные техники коучинга, NLP и практик, для того, чтобы донести до человека, она может казаться, ой, да что она такого говорит, так просто все разложила. Вот, допустим, у мамы, да, у нее есть практика, ну вот, лекция по психосоматике, она ее на курсе раскрывала. В течение часа многолетний опыт этого всего. И попробуйте это в один час скомпоновать так, чтобы до человека, который не знает, что это такое, дошло, и он каким-то образом запустил свой мыслительный процесс на эту тему. И потом пишут, я все поняла. Бывает так, что вот пишут, говорят, ну, что такого, что-то говорит и говорит, а потом еще переслушали второй раз, третий раз, а потом говорят, аллилуйя. Поэтому спасибо, говорит, что так просто. Челкнуло, да, что меня щелкнуло. Без вот завышенных фраз. Это на самом деле огромная ловкость. Да, это большой опыт и умение, и труд, да. И мои тренинговые, и все мои обучения, вот, начиная из школы, бизнес-скул от Мэри Кэй, это такая школа тренинга. А я сейчас проходила университет Мэри Кэй, первая ступень. Меня пригласили как одной из участников финалистов Новгоред. Для нас выступали тренеры, спикеры, лучшие директора, сотрудники компании. Нам такую давали информацию, как работать с людьми. Это было не по косметике. Ну, не так, что как намазать крем и так далее. Это был личностный рост. И то, чтобы вырастить лидеров. Ну, очень крутая проработка тоже была. Поэтому все, что мы даем, да, это легкость этой подачи. Она вся, вот, это видимая легкость. Это талант спикера. И я хотела еще сказать, по-моему, Ольга Баброва, вот сейчас у нас в чате. И вы по поводу курсов, как-то я вас говорю, приходите к нам в курс какой-то. А вы мне ответили, что я не люблю выполнять задания. Я вас так понимаю, потому что я прошла сама всяких разных тренингов, марафонов, миллион, где надо было выполнять задания. И у меня вот наша программа, которую мы с лайфкоучем проходили, там задания не сравняются ни с одним, который я в жизни проходила. Но зато это переменило всю нашу жизнь. И мы за счет этого, вот видите, мы в потоке таком. И по поводу нашего МЖК, нашего женского клана. Вот там никаких заданий, никаких дедлайнов. Вы получаете, смакуете эту информацию, когда вам это выгодно. У вас будет возможность это пересматривать, потому что это будет в вашем свободном доступе, когда вам это будет удобно. То есть это очень лайтовый такой проект. И спасибо вам за этот комментарий, что не люблю выполнять задания. Да и ради бога. Ну наслаждайтесь этой жизнью. Мне иногда снятся сны, где я выхожу и отвечаю в школе на уроки по физике. И это сон кошмар. Поэтому, чтобы не ходить, не сдавать уроки, не отвечать за оценки, чтобы я выполнила или не выполнила, правильно я выполнила или неправильно задания, вот от этого мы освободили абсолютно всех в МЖК. Вы просто будете получать вкусную, красивую, интересную информацию, которую вы просто в обыденной жизни, вы никогда можете с ней не столкнуться. Так, Надежда, а я понимаю, что выполнение задания закрепляет то, что услышала. Мы же не на оценку. Конечно, закрепляет. Конечно. Не без этого, конечно. Мы будем давать вам, предлагать разные практики. Мы будем давать задания. Это будут некоторые вызовы на неделю для тех, кто готов. Кто хочет. Но здесь вот в МЖК это будет на вашу ответственность. Насколько вы готовы в это идти. Хотите меняться. Пожалуйста. У нас вот сейчас идет курс «Верни свою силу». Мы его по-другому. Те, кто знают, где был раньше и вот сейчас, он идет в другом ракурсе, нежели чем моя новая реальность, с новой стратегией. Мы его проводили, там все с дедлайнами, там все с отчетами. Отчет по времени. Мы берем на себя ответственность за ваши изменения. И корректировали выполнение этих заданий, чтобы правильно выполнили, чтобы проработали, чтобы дошло до сознания. И мы будем проводить в любом случае этот же курс, повторять новые потоки, потому что он крутой и дает крутые результаты. И он будет идти в таком же формате. Там будет с заданиями, со всеми временными элементами и со штрафами, если вы не выполнили. Да, штрафные шансы. Он идет в другом совсем ракурсе. Он направлен на другое. Но есть люди, кому важно получать нежную и вкусную информацию в удобное время. Ну здорово. Мы гибкие, мы готовы работать, видите, в разных форматах. Сейчас вот такой курс. Есть курс с дедлайнами и заданиями. Есть курс лайтовый, информационный. И вы сами уже выполняете. Понимаете? И это помогает большему количеству женщин получить то, что им интересно. Да, каждая возьмет все равно ровно столько, сколько ей нужно и сколько она может унести сейчас. Ольга пишет. Да. Вы даже это помните? Вот этот комментарий о том, что я не люблю выполнять задания. Мне так приятно. Вы правы. С домашними заданиями связаны с школьными. Да, Олечка, помню, вы стали катализатором создания МЖК. Вот именно формат его проведения вот этого нашего женского клана в лайтовом режиме. Поэтому я вас точно не помню. Вы с нами уже или нет? Женщин, которые в ланже внутри, чтобы вам тоже было там хорошо и уютно. Последние практики вот сейчас текущего курса просто великолепны. Проходят до глубины души. А как же? А как же? Мы не даем вот это вот просто... Нам не безразлично на самом деле все ваши изменения. Мы реально, мы работаем для вас. Мы работаем. Понимаете? Это такая работа души, интеллекта, физическая работа. Даже вот сидим сейчас, я сижу, мне неудобная поза. Понимаете? У меня тело напряжено, я сижу, у меня как бы вот так вот. Туловище смещено, попа вон там, тело вот здесь. Мне неудобно. Но мне важно, чтобы вы видели картинку, которая... Вы не видели, сколько мы выстраивали тут камеру перед тем, как красиво сесть? Красиво сесть, показать вам красивое место, самим хорошо в кадр попасть. Вот. Понимаете? Заказать кофеечку посидеть. И сейчас мы идем куда? А давайте версии, куда мы сейчас идем. У кого какая версия? Мы после аэротрубы. Мы поспали в номере. Мы после сна. Мы после сна. Ну, я отдохнула. Я прям спала целый час, глубоко. Я не слышала, даже там Сеня шебуршилась. Это для меня вообще неизвестно. Но я проснулась 3 часа ночи, я напомню. Ночью писала картину. Так, первый вариант у вас сеем. Идем дальше. Какие еще варианты? Еще варианты. Еще варианты. Мне как-то писали в одном из моих прямых эфиров. Девочки, вам с любовью, печенюшечка с любовью от заведения, от отеля Авакс. Да. Как-то мне писали, что Ксения, неприлично пить кофе во время эфира. Ну, простите меня, идеальные люди. Я специально заказала кофе, чтобы выпить его в прямом эфире. Вместе с вами. Приятного аппетита. А другие мне пишут, как здорово. Я тоже пью кофе, и я как будто рядом с вами, как будто вы напротив, и мне говорите. А ничего, что когда мы делаем макияж в эфире, или мы умываемся в эфире, ничего, можно. Да, можно. Ничего, что я вот, мне когда-то написали, не выходите в эфир без макияжа. А у меня предыдущее видео было крутое, у меня там такой офигенный был макияж, а следующий эфир был нулевой. То есть я галышом, лицом вышла. Мне девушка пишет, после прошлого эфира, как бы смотрю, вот этот ваш эфир, мне не надо выходить в эфир без макияжа, ломаете образ. А он у меня на тот был момент уже такой поломанный. Я уже не раз выходила без мейка. Ломала и ломала. Я сломанный вообще образ. Поэтому мы ломаем стереотипы, это к тому моему видео, что я делаю не так. И я получала... Грани. Я получила столько... Может, не все свои грани надо показывать. Ваших отзывов, благодарностей за то, что я столько делаю не так, как все. И получаю вот эти вот грандиозные результаты. И живу классные же. На море. Римочка, мы в Краснодаре, здесь моря нет. Здесь рыбы нет. И море тоже. В Краснодаре море нет, а мы в Краснодаре. Мы в Краснодаре сейчас. Пустим. Не отправляется. Вспания отправляется. Почему? Так, на море. Все прилично. Мы ведем себя прилично. Мы иногда можем вести себя неприлично. Это тоже нормально, товарищи. Но мы в это время не выходим в прямой эфир. Это видят просто люди рядом. Мы даваем хмельные, вот честно, мы злые, мы кроем матом. Можем крепкое с ловцом, ну, если надо, и послать. И это надо уметь. И я вас, если вы сдерживаете в себе, у вас есть какие-то гневности, вы хотите сказать какое-то... Хотите сказать, иди ты в лес, а сами улыбаетесь и дели. И вот эту фразу вы глотаете, а потом говорите, что-то у меня щитовидка какая-то беда. Все зал... Или ангина потом у вас. Ну, так не высказано. Возможно, по-другому стоит проявляться. Все прилично напишут. Да-да-да, ха-ха-ха-ха. Кому не нравится, пусть не смотрят. На сломанный образ пусть не смотрят. Для меня это мой естественный образ. Я себя принимаю любую. Я три раза написала «СПА» и не отправлялась. А-а-ха-ха. «СПА», само собой, это мы на вечер. Это после, молодцы, молодцы. Молодцы, приняты. Галочку поставить. Помню, да, мы проболтались уже. Про что мы идем в спа-то говорили в начале. Что еще, девчонки? Что еще радует девочки? Варики. Что еще девочек на вот-вот пуске может порадовать, а? Когда она вышла просто с карточкой на улицу. Ой, а знаете, с чем вышла? Сейчас я покажу вам. А сейчас будет... Баню, о чем речь? О, да. О, да будет у нас речь. О чем только не речь. Мы про многое тут, поэтому лучше... О чем у нас только не было речи? Сначала, посмотрите, вы сегодня так много говорили. О-о-о, есть, есть, есть. Гадали, да. Молодцы. Смотрите, я иду вот с такой крутой сумкой. Это в тему Новгород, кстати. Для участниц в Новгород нам прислали вот такие поясные сумки, крутые. На дискотеку, возможно. У нас сегодня живая музыка над нами. У нас не было такого еще. Мы не думали про это. Ну, мы подумаем. О-о-о, у нас все рядом. У нас... Кстати, вот сумочка, она вот так будет мне на платье. Очень эффектно. Красные губы эротичные. Ну, и как бы красные часы тоже. Тоже Марукао. Марукао, Марукао. Все мы на стиле, как говорится. Мы шутим, девочки, Марукао, вы понимаете, да? Потому что иногда пишут по-русски вот так. А можно у вас купить косметики Марукао? Вот так вот прям по-русски. Ну и ладно, да. Поэтому мы так смеемся и так и называем иногда. Вот. И у меня вот такой карт-холдер тоже Марукао. Марукао. Вот. Все. Детика. Сегодня Юлиана чуть не разбомбила аэроклуб. Телевизор обруч она крутила, понимаете? Она крутила обруч. Вы еще этого не видели. Про поломанный образ. Про поломанный образ я выложу и отмечу. Она обруч крутила обруч в комбинезоне после полета. И у нее обруч улетел наверх. Сбил кранил. Сбил телевизор. В общем, они там офигевали просто. Мы их немножко взбодривали, они такатали. В общем, наше присутствие нигде не обходится без внимания. Марукао меня позабавила. Ну реально. Я когда захожу на сайт Морикэй, когда вбиваю, я так и пишу. Марукао. Надежда пишет. Мой муж так любит шутку говорить. Марукао. Ну вот мы тоже так подъезжаем. Да, мы тоже в шутку. Потому что люди там... Ну, в общем, хорошо. В общем, девчонки, вы угадали. Мы сейчас идем на шопинг. Тратить бабосы. Я проснулась вместе с вами. Потому что я ходила слитосонная. А теперь забавно так вас смотреть. Увесительная передача у нас. У нас шутка юмора. У нас присутствует в жизни. Мы очень юморные. И, кстати, вот живые встречи. Мы вас приглашаем. У нас еще такого формата не было. Вот наш женский клан. Будут живые встречи. Краснодарский край. Давайте собираться. Краснодарский край. А если вы живете где-то в Питере, например, то собираем там толпу девчонок наших. О, какой букет роз. Девочки, покажу. Покажу. Нет, вон идет. Идет. Мужчина с цветами. Ну, как это не показать? Девочки, это... Кому-то знак. Это кому-то знак. Это всем нам. Это всем нам. Кто сейчас в эфире. Кто посмотрит записи. Yes. У кого был букет в 100 роз? У меня еще не было. У меня тоже еще не было. Я хочу. Почему-то. Я хочу. Вот, поэтому мы планируем проводить живые встречи в разных городах, куда мы собираемся. Ой, из Питера. Анна пишет, я из Питера. Какие-нибудь замки. Давайте найдем людей в замке. У кого я связи в замках, в каких-то крутых бомбических особняках. И соберем там много наших женщин. В вечерних платьях. С шампанским. Как вариант, а возможно и в поднабедренных повязках. Нет? Ну, нет так, нет. Нет, давайте в вечерних все-таки. Ну, в общем, в каком-то формате это будет. У Нины появилась мечта. Хочу полететь в Новороссийск на живую встречу. Класс. Было бы круто. У меня было 501 тюльпан и 201 гербера. Рос не было. Но это все равно, согласитесь, сколько это 501 тюльпан. Я не приятно. Это сколько? 201 гербера. Я обожаю герберы, кстати. А я тюльпаны. Тюльпаны. У меня было 25 тюльпанов. У меня 25 число рождения моего. У меня было 25 желтых тюльпанов. Или 30. Ну, просто такая-то такая-то небольшая цифра. Такая-то небольшая цифра. Небольшая цифра, не 100. Вот, на 501. Нина вообще. Благодарили сегодня мечту миллионам женщин. Ой, я сейчас мужу прямо напишу. Потому что иногда мужчинам, кстати, очень важно подсказывать наши мечты. Они даже про это не думают. Ну, а что девочка хотела? Ну, хочешь сделаем. 6 6 мое любимое число у нас 6 этаж стоит от 620 номер 120 цветов 6 7 в общем отлично но все мы поехали на шутин пошли точнее у нас мы не мы не поехали у нас через дорогу от отеля огромный торговый центр очень здорово поселить прям вот вот начать через дорогу переходим и мы в торговом показателем потом stories что мы там будем выбирать кому интересно линию пример плюсик давайте вместе было беремерка главное чтобы хватило памяти в телефоне рада очень была видеть вас в чире аминске рима давайте берем давайте просто собирать ну я думаю будем обсуждать потому что есть же расходные части да там полеты проезды энергетические все затраты как это сложить создадим просто крутые какие-то мероприятия я готова и по мандале и все 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 там даже туда включать то есть чтобы круто какое-то выездное мероприятие на выходные вообще будет путям и включили свет на этих словах значит быть вырываем встречала девочки ловлю сики до филиалы до филиалы мжк ольга пишет какая оля во внимательно видите мы с вами обе внимательные до друг другу она пишет а потому что я в одном видео недавнем я сказал о том что надо мне какой-то наряд цвет новой коллекции вот этот васильковая тема во-первых он мне безумно идет но что-то модное красивое купить для себя с моим привередливым таким вот избирательным характером сами понимаете не так просто и ольга пишет юлиана будете искать блузку в цвет новой коллекции это полноте на тельная очень приятно плюсе это очень 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 приятно спасибо огромное солнышке ну что мы вместе отлично по моему провели время до коротенько минут на 40 я все равно чем подытожу наш пропад резюмирую да первое мы говорили про мечты те кто присоединился позднее я рекомендую вам посмотреть сначала вы возможно ради этого откроете этот прямой эфир пересмотрите пожалуйста и второе мы вас приглашаем на открытие мжк представляете когда нас уже там будут тысячи женщин вы будете смело говорить что а я там самого основания я была на самых первых встречах которые вот онлайн до проходили так на первых темах то скажем было у истоков этого и приглашайте туда своих подруг потому почему да потому что вам будет с ними интереснее по жизни общаться когда вы развиваетесь вот кругу своих единомышленниц это так классно когда вы можете это обсуждать приглашайте туда детей своих девчонок на 18 до 18 18 плюс у нас там контент у нас будет интересные вот приглашайте взрослые лет своих приглашайте консультантов с кем вот вы общаетесь как кто развивающийся женщина приглашайте мам своих сестер подруг кстати до мамы но если вы когда говорите у меня мама там пожилая и вот она не в теме как жаль что мама вот она не понимает и и так далее допустим мама приходит вместе с вами скажи мама сходи вот там там же членство оплачивается на месяц вот понравится будет интересно продолжает следующий месяц оплачивает и продолжает участие да не понравится ну окей подумала потом заскучала опять пришла понимаете то есть этим что выгодно да что вы пришли и уже смотрите моё не моё да или очень моё ништяк вот а кого еще туда приглашать за это мы таким образом создаем свое окружение чтобы у вас было не только онлайн интересные женщины вокруг вот живые люди с кем вы общаетесь в жизни что вы с подругой там обсудите практики какие-то какие-то задания вы проделали вместе ну такие тоже будут поэтому от души вам желают пожилая десятом классе я думала что 30 лет это старость 25 для меня было же логично обложение 25 это все уже к земле привыкать понимает 30 вообще уже по все с возрастом приходит это нормально поэтому мы молоды душой и телом и лицом умом и молодеем мы общаемся с моими ровесниками теми кто постарше и я ими восхищаюсь теми кто владеет например техническими навыками имеет ватсап знаете ли умеет зайти в youtube там и так далее поэтому тем в рамке кто пожилые кому старше 20 уже ли уже там уже позже ли там вот все ты тоже тебе уже 30 но я-то пожилок уже 37 на форо да уже он на ракету вот те кто пожилые и вы умеете общаться с технической нами ки вы смотрите прямые эфиры вы знаете как никогда нажать вам мои аплодисменты прямо дети все так думает но все понятно но ордальде им набираться еще опыта как не от мамы и не на но пусть они вместе с вами там какие-то эфиры смотрят что им интересно будет просто скидывать знаешь будет интересно посмотри я сыну так скидываю что вот сынок есть интересная тема как бы я не говорю что посмотри и обязательно там б 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 я когда начинаю ему что-нибудь такое как бы продвигать наставлять типа маманя тут плохая связь и я понимаю что все мама отвали твоя миссия обучающая как бы закончилась ты можешь только в качестве рекомендации что-то давать поэтому с детьми вот так сестра мужа свекрови говорит когда-то тупи с гаджет не включая бабушку хорошая фраза девочки не наберем на вооружение тетку там наш тетки которые все короче мы пошли на уже не терпится новое платьюшко платьюшко туфельки хочу у меня у меня много желаний которые стыдно исполниться ладно что вы что ли не ныть не ныть да не включая бабушку бабушку а потом спа потом вечерком у нас 10 спа зон боже 11 и когда смотрю или она мне легче вот чтобы было легче независимо не от юлианны нет синий не от мужа нет чтобы не было костыля доведелям отставочки да вот в наших курсах мы везде учим вас быть самодостаточными чтобы я опора для себя у нас есть крутой контент про эту тему спасибо товарищу как вам казах прекрасный красивый казах мы вам вы мы вам дадим был закрытым до сгону самым закрытом доступе дадим вот это вот я опора для себя также его зовут нурлан сабуров у него есть такое то что то что подходит прям под эту тему ой сердце застучало обожаю вас мое солнышко спасибо за тебя я не знаю на такую тему сердце видимо про опору про про него все про опору да чувствуете что есть в этом соль потому что у меня у самой мурашки при мне тут просто передала подруга моя с которой мы родились в один день 1 ноября ноль один ноль один и у меня был непростой период жизни когда я только развелась и вот находишь в себе новые точки новые смыслы новые мечты видения жизни потому что когда ну как бы жизнь очень рушится чтобы кто-то поддержал но как бывает не всегда но я поняла как важно когда у меня есть практики у меня есть осознание у меня есть инструменты с помощью которых я вот эту внутреннюю опору могу выстроить сама и и юля мне говорит она передала тоже свой опыт я опора для себя проговори это про себя что независимо от того что происходит вокруг важно как на что ты внутри можешь опереться для того чтобы выжить в любой ситуации наша главная задача выжить и жить не там даже не быть счастливыми не быть здоровыми наша главная задача жить организм для этого пришел когда есть эта опора на нее мы уже нацепляем другие инструменты которые мы можем использовать что сделать меня счастливее если я смотрела одного психолога и она говорит если вы с утра встали и ничего не сделать для того чтобы сделать свое настроение просто вау ну как бы от кого это зависит вообще вам никто не должен поэтому только от вас поэтому мы сегодня создали все такое настроение сами 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 не кто-то не муж дядя брат сват это кайф знать что твоя жизнь от тебя зависит это взрослость не все говорят что я сильная но так раньше чего-то не хватало сейчас смотрю с другой стороны для всего есть решение надежда вот нет мне кажется даже за время нашего общения вот несколько месяцев буквально да я я читаю ваши комментарии я прям вижу ваши изменения вот этого тренировок вот эту стержень стержень какой-то да вот каждый ваш комментарий прямо спасибо огромное благодарю увидите ценить чувствовать и давать вот эту обратную связь то что вы пишете это это бесценно причем не только для получателя но и для это усиливает вас для вас это ваша опора ваше умение благодарить это ваша одна из умение свои чувства слова облика написать понятные другим людям то есть они понятны в первую очередь вам вы написали осознали и мозг такой кей все понял это еще одно осознание внутри происходит и умение донести понятно для других это огромная это дар это дар который можно развивать спасибо огромное болит вот и час прошел хотели минут на двадцать просто картинка выйдем коротенько ну что до встречи на мжк и на курсе терапия макияжа просто пишите в юля не в юля не или ко мне в директ иду туда-то или хочу туда-то мы вам пришлем всю информацию хочу на терапии я просто иду и желать уладить или можно и сладко сетле и счастье что я вас нашла мы взаимно счастлива обнимашечки